Продолжение следует... Продолжение следует... И, естественно, все участники «Круглого стола» приглашаются к дискуссии. После докладов мы можем обсудить актуальные вопросы, проблемы, предложения, связанные с преподаванием греческого языка. Так что сейчас мы объявляем работу «Круглого стола» открытой и приглашаем нашего первого докладчика Полину Константиновну Маркелову от Московского общества греков с докладом «Опыт преподавания греческого языка на курсах при Московском обществе греков». Сейчас мы вашу презентацию запустим. Да-да-да, вам нужно будет сюда сесть. Так, секундочку. Так, коллеги, скажите, пожалуйста, все ли видно? Да-да-да, видно. Также у нас есть разделение по уровням языка и по количеству людей в группах. Отдельно есть экспресс-курс изучения языка в течение трех месяцев, который рассчитан на подготовку для прохождения собеседования в консульстве при подаче документов. Также у нас отдельно есть занятия с детьми в выходной день в саду Афалита, где с детьми в рамках игр и разных интерактивных занятий изучают греческие слова и развивают их воображение. Также у нас есть разговорный клуб, который собирается где-то раз в месяц, раз в два месяца. Большинство наших преподавателей связано с МГУ. Они являются либо студентами, либо выпускниками, либо преподают там. Также у нас изучают не только языки, но и есть возможность познакомиться с греческой культурой и также подтянуть произношение на курсах греческого хора, который ведет порядок по копиду. Дети готовят текст, произносят его правильно, после репетируют и выступают иногда на некоторых мероприятиях. Это все. Можете задавать вопросы. Пожалуйста, есть ли вопросы, коллеги? Сколько уровней обучали языков? У нас есть от начального уровня до уровня B2 сейчас. Нет, у нас больше восьми игру взрослых. По уровням начальный, A1, потом A2, B1 и B2. Ну да. Пока не, ну, за время обучения у людей набралось пока что только уровень B2. Если бы были люди, которые готовы заниматься на таком уровне, возможно, мы бы открыли. А в среднем ходит 5-6? В среднем ходит 5-6, максимальное количество людей в группе 10. Нет, конечно, это не обязательно. Любой желающий может спокойно записаться. У нас каждый преподаватель создает индивидуальную программу и у них отличается подход. Это лучше узнавать на пробных занятиях. Можно бесплатно посетить одну из них и посмотреть, какая лучше подходит для вас. Потом, если человек на длина решет, ходит Иван Иванович. В итоге на 5-м занятиях Иван Иванович не понадобится. Может пойти к вам, Петрович? Может. Сменее группу он может, да? Да. Если есть пределы одного уровня группы, да, то можно сказать, да. Да. Да, у нас есть разделение по возрасту. У нас сейчас есть группы для детей, которые поступают в первый класс. Для детей примерно 8-10 лет и 14. Точно так же, как и у взрослых, до 10. Мы делим по уровню знаний. И дальше смотрят. Преподатель смотрит на первых занятиях, куда лучше, и выбирает, как разделить. Понятно. А у детей занятия сколько у них идет? И у взрослых? В взрослых идет полтора часа занятия, у детей час. Больше вопросов нет? Да. Тогда можно следующего выбрать, Петрович. Ну да. Если вопросов больше нет, то давайте мы пригласим нашего следующего докладчика. Мы очень рады приветствовать нашу коллегу из Крымской республиканской гимназии школы-сада-консоль Ольгу Павловну Таран, которая расскажет нам об опыте преподавания новогреческого языка как второго иностранного в школах Республики Крым. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Меня хорошо слышно? Да. Хорошо. Очень рада вас всех видеть. Ну, в Крыму у нас особенный регион. У нас наш регион попадает под места компактного проживания греков в Российской Федерации. И поэтому, как только появилась возможность ввести греческий язык в сетку обязательных предметов, мы, конечно, это сделали, и поэтому у нас с 18-го года греческий язык изучается наравне с немецким, французским, как второй иностранный язык. И так получилось, что мы посмотрели на то, как проводят уроки, скажем так, учителя немецкого, да, французского языков, и поняли, что нам нужно поднимать язык на уровень преподавания, то есть вносить его во Всероссийскую Олимпиаду школьников, хотя бы на региональном уровне, на республиканском, и вносить его в сетку всех конкурсов, которые связаны с другими иностранными языками. И результатом вот такого вот комплексного подхода оказался, этот результат оказался очень позитивным, потому что это не кружковая работа, то есть дети относились к греческому языку как к языку, который проводят два раза в неделю, как обычный урок, на котором есть конкурсы, утвержденные там городским методическим центром или Министерством образования Республики Крым, у которого есть Олимпиада, то есть мы так же, как вот сейчас проходят Всероссийские Олимпиады школьников, я думаю, здесь тоже родители все знают, у нас греческий идет школьный этап, вот сегодня как раз-таки, потом будет городской этап по Симферополю, и после этого у нас будет свой республиканский этап, который проходит в нашей гимназии в марте-апреле. По итогам республики мы уже отправляем в Геленджик на Олимпиаду Всероссийскую. То есть, и кроме того, когда мы увидели, что ФНК греков России предоставили нам учебники всей России, мы подали награнт и выиграли его, и написали учебно-методическое пособие по преподаванию греческого языка в школах для пятых-седьмых классов, потому что учителя, у нас есть учителя греческого, потому что в Симферополе находится кафедра социолингвистики, она сейчас называется, в которой есть отделение греческого языка и литературы, но одно дело знать язык, а другое дело уметь его преподать в школе на основе вот этого школьного в ГОСА, то есть правильно преподать грамматику теми терминами, которые дети понимают, которые дети знают уже с уроков русского и английского языка, то есть чтобы изучение греческого языка не было только как в роли сценок, стишков, небольших зарисовок каких-то, то есть чтобы это был такой вот методически правильный аспект. И в своем пособии мы постарались, мы его сделали для, в основном, молодых учителей, чтобы, взяв эту книгу, там есть раздел, посвященный, собственно, методике преподавания иностранного языка в школах Республики Крым. И наши студенты, еще один плюс, студенты с факультета приходят к нам в школы на практику, то есть два месяца они имеют возможность познакомиться с детьми, понять, мы учим их, как вести урок, как вести греческий язык, то есть это такое неплохое подспорье, что выводит, в принципе, изучение языка из факультатива, ну, на более высокий уровень. Конечно, большим для нас ударом стало то, что в прошлом году второй иностранный язык изучается по желанию, но, тем не менее, в Крыму осталось 8 школ, где он изучается как второй иностранный, это неплохо, потому что с немецким и французским, несмотря на то, что, как бы, корни изучения этих языков более были глубже и широкие, они потеряли практически все школы, мы сумели удержаться. Конечно, я сейчас говорю о нашей аудитории, то есть вы понимаете, что это не этнические греки, это дети, которые выбрали греческий как язык, представитель великой культуры, у нас большое количество детей филеллинов, которые, и если мы посмотрим по результатам Олимпиады Геленджика, то, в принципе, несколько человек из Крыма практически всегда берут призовые места, и чаще всего это дети не греческой национальности. Ну, вот такая специфика работы, у нас небольшой процент греков в Крыму, но из-за того, что связи достаточно глубокие, культурные, этнические, и, в принципе, очень положительно, и, то есть, очень важно, чтобы министерство образования, чтобы органы образования с уровня города и выше до региона относились к этому положительно, то есть, если найти с ними контакт, если качественно делать свою работу, то они нам всегда помогают, то есть, во всех конкурсах добавляют греческий язык, всегда дают нам призовые места, всегда посещают наши Олимпиады, выписывают детям грамоты, поднимают нам порог, то есть, чтобы дети более успешно его написали, ну, и поэтому сейчас, на данный момент, ситуация с преподаванием греческого в школах республики неплохая, но, сразу скажу, она была намного лучше, ну, так как мы, получается, греческий язык стал языком на выбор во многих школах, сами понимаете, что родители выбирают, ну, другие предметы, более профильные, те, которые они будут сдавать ЕГЭ, ОГЭ, но, тем не менее, база есть, мы участвуем в конкурсах, у нас также на базе одной из школ была киностудия, сейчас мы пригласили ребят к себе, они работают, была театральная студия, и детей, ну, до начала событий известных приглашали, они выигрывали конкурс и приглашали их в Грецию, мы собирались подписывать соглашение с Кипром, да, на обмен детьми, но пока все на паузе, но, тем не менее, как бы, когда есть база, это не так страшно, то есть мы всегда все сможем возобновить, поделиться опытом, там, рассказать о чем-то, если кому-то будет интересно. Ну, в принципе, у меня по Крыму все, если нужно по методике преподавания, могу сейчас рассказать. В общем, ситуацию по Крыму, как бы, вот с изучением греческого языка, она такова. Спасибо большое. Ну, про методику тоже нам было бы интересно послушать. Какие вы используете пособия? Смотрите, пособия в методике преподавания мы используем те, которые мы сами написали, если честно. Вот она книжка. Мы, когда ее презентовали в ФНК, я скидывала ссылку, его можно бесплатно абсолютно скачать, то есть мы заплатили за то, чтобы оно было доступно всем. Поэтому методика преподавания у нас основана, получается, есть принципы преподавания, да, принцип преподавания иностранного языка с учетом родного языка. Мы сделали так, мы сделали принцип преподавания родного языка, иностранного языка и третьего языка. То есть во время преподавания греческого языка я еще учитываю базу английского языка. Так как я учитель двух языков, я преподаю английский и греческий, ну и, собственно, и русский тоже, то мы описываем то, как можно преподавать с помощью, основываясь на том, что знают дети уже в английском. Когда ты работаешь в школе, ты понимаешь, какие темы дети изучали, какие не изучали. Также мы берем социокультурный подход, он обязательно, то есть один из, ну, даже два-три урока в месяц обязательно отводится на историю Греции, на битву при Фермопилах, там, на Херсонес, на Византию. Мы показываем видео, мы ездим с детьми в походы. Так как в Крыму много что можно посмотреть, собственно, да, наследие греков, то, конечно же, детям, они не будут просто изучать этот язык, если мы в отрыве вообще не рассказываем об истории. То есть обязательно процентов 20, я думаю, времени школьного мы отводим на преподавание культуры, истории, литературы не так много, потому что это сложновато, это еще не тот уровень. В принципе, если говорить, вот сейчас говорили про курсы, да, Олимпиада у нас идет на уровне В1 для старших. Соответственно, сейчас спустили на один уровень, то есть они считают, что в конце изучения греческого языка в девятом классе будет достаточно уровня А2. Ну, вот дети наши примерно на этом уровне, некоторые В1, некоторые чуть-чуть поближе к В2, но таких очень мало, это вот самородки, потому что, сами понимаете, в Крыму остались те, кто не выездной. То есть у нас дети не могут поехать куда-то, у них их не пускают, нам не дают визы, мне не дают визы, поэтому изучить язык на уровень В2 без поездки куда-то очень сложно. Ну, то есть примерно вот так вот. Есть еще, может быть, вопросы? Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Нам было бы интересно пособие ваше смотреть, если можно, вы в чат там киньте, пожалуйста, ссылку, где их можно посмотреть. Да, хорошо, я займусь поиском, потому что все осталось на Фейсбуке, который благополучно крякнул, но 100% оно где-то есть, и я сейчас поищу и отправлю ссылку на пособие. Если что, в принципе, вся информация есть, ну, 100% у Филиппской в ФНК, мы подавали ее, если есть связь с нашим Ростовом. У вас, ну, сейчас поищу тоже, от нас тоже поищу. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Коллеги в Zoom. У меня есть вопрос по поводу дальнейшей судьбы детей, которые изучают греческий язык. Мы знаем, что есть отделение греческого языка и литературы в университете Невернадского. Поступают ли ваши выпускники туда, продолжают ли они изучать греческий язык? Если говорить о нашей гимназии, то нет, не поступают, потому что у нас частное общеобразовательное учреждение, поэтому дети пытаются поступить в более рейтинговые вузы. Это Москва, Питер, ну, что-нибудь такое. Со школ в Симферополе есть дети, которые поступают на отделение. Ну, конечно, сейчас число студентов, честно скажу, оно уменьшилось, потому что, вы сами понимаете, после сдачи экзаменов, когда ты выбираешь вуз, ты смотришь на перспективу работы. То есть, что тебе даст эта профессия, да. Но я знаю, что студенты, которые там учатся, вот мы прям очень с нетерпением их ждем, и они идут работать учителями к нам в школы, да. Ну, и несколько человек, вот в этом году, насколько я знаю, несколько человек, те, кто учат уже с пятого класса греческий, то есть мы уже дорастили детей, которые начали в пятом, а в этом году заканчивают школу, да. Вот они собираются поступить в факультет. Некоторые поступают в Кубанский университет. Мы думали, что к нам пойдут дети из новых регионов, но раз Мариупольский университет продолжает работу, я так думаю, они поступают туда. То есть мы рассчитывали на то, что дети из ДНР или ЛНР, есть такие, кстати, которые выбирали обучение вот на нашей кафедре, да. Да, у нас как раз в прошлом году закончила магистратуру Алина Копик, которая до этого обучалась в бакалавриате в университете Минтернацкого, и мы были очень рады, что она продолжила обучение у нас. Она замечательная студентка. Я надеюсь, что она, я не знаю, чем она с чем занимается, вернулась ли она обратно в Крым, если она не... Вот, и она с древеским музыкантом. То есть она помощь к родителям, к родной компании, и она с древеским музыкантом. То есть ее взяли в том числе, это древеская музыка, компания православной, так сказать, направленности, очень плотно работающая с русской православной церковью, оказывающая помощь в большинстве столичеку храмов, в министерях, в прессе и на Кипре, поэтому ее взяли как раз из-за того, что она узнала древесить. Я сама являюсь выпускницей этой кафедры, и, собственно, со мной работает коллега, у нас два учителя греческого в школе, потому что у меня уже слишком большая нагрузка, я просто не успевала. Она и преподаватель этой кафедры, то есть мы все, кто работаем, мы все, альма-матер – это кафедра греческой филологии. Тут от этого никуда не деться, как бы поэтому все оттуда. Скажем так. Понятно, спасибо. Если нет вопросов, то мы вам желаем успешной работы дальнейшей. Будем на связи, очень рада будет с вами познакомиться. У нас в кафедре проводятся эти конференции по методике преподавания греческого языка и публикуются соответствующие статьи. Может быть, вам что-то из этого будет полезно в вашей работе. И мы вас тоже приглашаем к участию в публикации специального выпуска журнала кафедры, который будет посвящен методике преподавания новогреческого языка, где вы можете описать свой опыт преподавания в школе. Хорошо, конечно. Ну да, вот мне коллеги подсказывают, что можно еще напомнить о том, что у нас каждый год проводится дистанционная олимпиада по византийской новогреческой филологии. И мы с большой радостью будем ждать участников из Крыма. Для участия в Олимпиаде не требуют. В таком опыте мы даже не слышали, если честно. Я знаю, что онлайн-олимпиада, которую делала ФНК греков России, она была, кстати, в октябре обычно, но в прошлом году не было. Вот в ней мы участвуем ежегодно. А по византийской истории культуры я даже об этом не слышала. Направление-то у нас в Византии, собственно. Мы даже... У нас есть классы пятый и шестый, которые работают по учебникам РКШ. Это православная, российская православная школа. И, соответственно, наш учитель греческого ведет историю. Соответственно, история там в основном нацелена на Древнюю Грецию и на Византию, и связь Византии, Российской империи и России. Поэтому, конечно, такой опыт был бы нам очень интересен. Ну, я в завершении круглого стола покажу нашу страничку кафедралью, где выложены все задания предыдущих лет и разборы этих заданий. И, соответственно, в этом году ждем всех в декабре и в январе на нашу облигацию. Спасибо. Спасибо за внимание, коллеги. Да, большое спасибо. И мы продолжаем работу нашего круглого стола. Приглашаем Марию Александровну Харитонову из Центра дополнительного лингвистического образования Балканика, созданного ей уже с докладом опыт преподавания новогреческого языка на языковых курсах для нефилологов. Продолжение следует... Мы относимся к какому-то культурному центру или к какой-то школе, мы не имеем какого-то государственного финансирования. То есть это вот такая абсолютно частная инициатива. Кто наши ученики? Этот вопрос надо рассматривать диахронически. То есть когда-то, когда мы создавались, это были люди, кто часто ездил в Грецию, у кого были какие-то семейные связи, происхождение греческое, редко какой-то бизнес, ну и довольно часто был интерес к стране. Или владели недвижимостью и хотели учить язык из уважения к людям, к своим соседям, в той стране, где они купили дом. У нас были классы уличные, как полагается классической школе иностранных языков, и много лет работали в таком вот совершенно обычном классическом формате. Но у нас были какие-то свои особенности и принципы, которые нас отличали от других учреждений. Почему я говорю «были»? Потому что потом пришел ковид, который, с одной стороны, все поменял, с другой стороны, всех уравнял, потом еще раз все поменялось. И поэтому можно так и разделить нашу историю. В общем, в тот момент, когда мы существовали в своей классической школе, набирать группы в течение всего года, разумеется, сделать курс очень практическим, который бы дал ученику те знания, которые он может использовать непосредственно. Вот приехал в страну, заговорил. И, кроме того, довольно часто требовалось готовить к сдаче экзамена на знание греческого языка. Со всем этим мы довольно успешно справлялись. Все наши выпускники успешно сдавали эти экзамены. Но надо сказать, что до экзамена доходили совсем не все. В основном была задача чисто практическая – научить говорить. Потом пришел ковид. Оказалось, что свое помещение иметь нельзя, очные занятия иметь нельзя. Ученики, которые внезапно потеряли возможность перестали учить греческий, нужно учеников с нами осталось и в этот сложный период. Мы переориентировались полностью на дистанционную работу. Мы пересмотрели какие-то принципы своей работы. Но основные группы в течение, правильно, практический курс, чтобы можно было говорить в стране или подготовиться к экзамену, если есть такая цель. К сожалению, нас убил даже не ковид, а события следующих лет, когда Греция потеряла, скажем так, свой, я не могу сказать, статус. Греция перестала быть страной, в которую можно было легко поехать. Греция перестала быть страной, в которой было привлекательно покупать дом. И Греция была страной, с которой связи так или иначе оборвались. В принципе, нет никакой абсолютной невозможности поехать в Грецию, как может быть то, о чем рассказывал предыдущий докладчик. Но, тем не менее, у нас очень мало учеников с греческим языком, потому что, исходя из того, что для частных занятий иностранным языком люди обычно выбирают то, что им практически нужно прямо сейчас, греческий перестал быть тем языком, который нужен. Поэтому у нас сейчас буквально одна-две группы греческого языка, не больше. Но это самые настоящие энтузиасты, кто сдает экзамен, кто собирается ехать учиться, у кого там дом, и кто не хочет потерять связи. Вот это какие-то такие люди. Но надо сказать, что поскольку учеников у нас всегда было не очень много, и они все были как бы очень ценны, то есть у нас никогда не было потока учеников, с которым можно было бы обращаться как, ну, вот с какой-то такой общей цифрой. Вот пришло 20 человек, из них там 10 лет потом перестали ходить, ну, ничего там, через полгода придут еще 20 человек. У нас такого никогда не было. Мы работали в режиме, вот сегодня у нас есть 3 человека, мы образовали группу. Потом добавили туда 4-го, путем специальной подготовки этого 4-го, чтобы он добавился в группу к тем 3-м. И поэтому вот, ну, я считаю важным поделиться теми подходами, которые за эти годы у нас сложились. То, что они, с одной стороны, такие очень особенные, про это, может быть, редко думает высшее учебное заведение или школа, где есть программы, нужно, ну, как бы нет такой задачи, удержать ученика, который к тебе, может быть, придет, а может быть, уйдет. С другой стороны, тот факт, что учеников у нас мало, и они такие вот для нас важные, ценные, заставлял нас искать такие подходы, чтобы от каждого урока, от каждой минуты, проведенной в классе, был максимальный эффект. Поэтому, конечно, мы горячо и, можно сказать, агрессивно пропагандируем коммуникативную методику, бескомпромиссно настаиваем на том, чтобы преподаватель понимал принципы, как это работает, чтобы ответственность за изучение языка не перекладывалась на плечи учащегося, там, сегодня выучил, завтра проверили. Поэтому нам очень важны вот, как бы, занятия на уроке, то, как они проходят, планирование урока, коммуникативная методика, как основа освоения языка. И мы очень много думаем о том, каким должны быть учебники, чтобы они были максимально логичными, максимально практичными, и именно приближенными к тем подходам, которые мы, можно сказать, исповедуем, не побоюсь этого слова. И я всегда рада этим опытом поделиться. Я выступаю на конференциях по преподаванию сербского, языка, например, потому что наша школа преподает еще сербский, болгарский, хорватский, другие не самые частые европейские языки. Иногда делаю какие-то прямые эфиры на тему преподавания греческого языка, ровно потому, что я считаю важным доносить до, как до преподавателей, ну, преподаватели обычно все и так все понимают, так и до широкого круга людей, как вообще изучаются иностранные языки, как изучаются языки, в которых есть склонения и споряжения, почему греческий язык нельзя выучить так же быстро и просто, как учится английский, и как его нужно учить, чтобы делать это эффективно, но, с другой стороны, не иметь завышенных ожиданий. Собственно, вот на этом я заканчиваю свой доклад. Мы надеемся, что греческое направление у нас не совсем угаснет, но в данный момент как-то вот мы мало видим желающих. Я понимаю, с чем это связано, с тем, что есть культурные центры и школы, где есть обучение вот такое менее затратное и более такое приближенное к культурной программе. У нас именно языковые курсы, очень практические, но при этом подразумевается регулярная оплата, а люди в нынешних условиях очень избирательно подходят к дополнительному образованию. И я благодарю коллег за внимание к моему сообщению и надеюсь, что будет какой-то конструктивный обмен мнениями и опытом последствий. Спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы к Марии Александровне, пожалуйста. Да, Ольга Павловна, спасибо, мы получили Вашу сырку. Вопросы к Марии Александровне, пожалуйста. Сейчас люди, которые к Вам приходят на английский, они вообще не мотивируются. Мне очень горько это говорить, к нам почти никто не приходит. Мы превратились в школу сербского языка, потому что сейчас Сербия стала страной, в которую относительно легко уехать. И мы столкнулись с совершенно новыми вызовами, с которыми никогда не сталкивались, и с совершенно новыми людьми, которые раньше к нам никогда не приходили. И все это потребовало от нас совершенно новых каких-то, ну вообще осмыслений того, что происходит. А греческий не учит примерно никто. Я думаю, что это не значит, что в Москве нет интереса к греческому языку. Это значит, что нет запроса на его изучение в том формате, который предлагаем мы. Маленькие группы, высококвалифицированные преподаватели, связанные с кафедрой византийской и новогреческой филологии в основном. Конечно же, это обучение не дешевое и не бесплатное. И как досуг мы перестали быть доступными, потому что люди, к сожалению, стали беднее, чем они были 10 и 15 лет назад. А как практический вот такой курс, мы перестали быть востребованными, потому что это никому, к сожалению, не нужно. Можно было бы думать, что есть школьники, которые хотят уехать в Грецию и поступить в высшее учебное заведение. Но эти школьники, как правило, выбирают курс подготовки уже непосредственно в Греции. Так называемый языковой год. Почему? Потому что это просто. Это не предполагает какого-то вот этого нервного ожидания, получишь ли ты сертификат или нет. Просто люди изначально так планируют, что будет еще один год с изучением языка в Греции, где все документы поданы, все гарантировано, никаких неожиданностей не будет. Поэтому эти люди тоже проходят мимо нас. Так что вот у меня есть буквально две группы, которые я же и веду. И там, значит, у кого-то семейные связи, у кого-то просто любовь к стране и возможность на таких курсах заниматься, у кого-то корни, и, соответственно, такая мотивация. Есть один ученик из Латвии, который занимается дистанционно, потому что у него родной и русский, и латышский. И вот он выбрал курсы наши и занимается у нас в проекте. Это действительно очень сложный вопрос для преподавания языческого языка в целом, потому что нам в связи с экзаменами у нас как публического языка очень часто звонят потенциальные кандидаты на сдачу экзамена, которые ищут потенциального преподавателя и озвучивают цену вопроса сейчас индивидуального онлайн от 400 рублей за полтора часа. Я могу объяснить, как практик, который с этим имеет дело. Понимаете, мы преподаватели существуем в каком-то своем мире, немножечко оторванном от того, в каком существуют все остальные. И эти все остальные, они тоже очень разные. То есть кто-то уже имел опыт изучения какого-то другого языка и, может быть, имел какие-то амбициозные цели вроде сдачи сертификационного экзамена. И вот такие люди, они, конечно, понимают цену занятиям и понимают, как правильно планировать эти занятия. То есть если предстоит серьезный экзамен. Соответственно, это не на три месяца, не на три недели. Это серьезный такой жизненный план, в который семья или этот конкретный ученик вкладывает деньги на долгое время. А есть люди, которые только-только с этим столкнулись и только-только окунулись в мир всевозможных предложений, которые здесь есть. А предложения самые разные. Есть платформы, где можно заплатить и что-то дистанционно, какие-то материалы получить. Есть какие-то репетиторы из разных городов России, например, и в силу географических различий у них будут разные цены. Может быть, есть какие-то репетиторы из Греции, из Кипра, у которых тоже свои какие-то условия отличаются. И поэтому они только-только с этим столкнулись, соответственно, приходят. Мой ответ на этот вопрос такой, что мы, преподаватели, должны, ну не то, что должны, это нам выгодно, говорить о том, как устроены наши курсы, наши конкретно, да, у вас в университете, у вас как частные занятия, у нас в школе и так далее, как устроен тот или иной языковой продукт. И надо понимать, что это не один продукт, вот изучение греческого языка, это не один продукт. Вот положил в корзину, покупил, заплатил и ушел домой. А это самые разные продукты, то есть сколько человек в группе, сколько продолжается занятие, как часто занятие, кто преподаватель, какая цель и так далее. Из вот этих вот моментов и складывается итоговая цена. Поэтому нужно просто больше рассказывать об этом, чтобы наша аудитория знала о том, как устроен наш труд, как устроено обучение у нас, почему оно устроено так, а не иначе. И почему его нельзя организовать другим образом? Или если его можно организовать другим образом, то на какой-то другой... Спасибо, Мария Александровна. Нам нужно идти дальше. Да, у нас еще много докладчиков. Благодарим вас за доклад. И приглашаем Дмитрия Алексеевича Гришина, который будет представлять сегодня высший курс иностранных языков при МИДе Российской Федерации, а также Дмитрий Алексеевич является преподавателем нашей кафедры византийской и новогреческой феологии МГУ Мини Ломоносова и расскажет нам о высших курсах иностранных языков при МИДе РЭФ «Специфики преподавания новогреческого языка действующих дипломатам». Спасибо большое, Ксения Анатольевна. Я хотел бы как раз тоже подчеркнуть, почему я в названии вступления новогреческий язык взял с копки. Когда я впервые пришел почти ровно шесть лет назад благодаря Михаилу Вадимовичу Либикову на высшие курсы иностранных языков при МИДе, мне вообще сказали, что надо на пару месяцев заменить преподавателя временно, потому что у них преподаватель посреди учебного года уехала в Иврецию, сказала, что все, надо вести не будет занятия, а дипломат в сроки. И мне сказали, временно, ты временно сходи, там они кого-нибудь к Новому году найдут, поработаешь, ну, ты шесть лет в этом работаешь, зашел, да, не в тубле. Я спросил, в чем задача? Что вы говорите? Ну, у нас все очень просто. У нас дипломаты изучают язык, сдают потом экзамен. Я говорю, на какой уровень сдают экзамен, сколько времени подготовка. Экзамен на оперативный уровень. Я говорю, что какой оперативный уровень? Оперативный уровень, который соответствует Б2. Я говорю, ага. И они должны на этот Б2 подготовиться за два года. Я говорю, интересно, с чего состоит экзамен, наверное, аудирование, говорение? Они говорят, да, конечно, только все по политической тематике. Я говорю, то есть я правильно вас понимаю, у вас дипломат после двух лет обучения языку должен послушать, условно говоря, выступление премьер-министра и его потом пересказать. Или перевести с листа текст, например, касающийся, в лучшем случае какого-нибудь визита в страну, в худшем, ну, например, эскалации в каком-то конфликте за два года с нуля. И говорят, да. Ну, допустим, хорошо. Как у вас проходят занятия? У нас в день, вот стандартный учебный день, то есть с 9 утра до, только не 6 вечера, а 5 вечера, 7 пар. То есть формально это 2 академических часа, но на практике получается, что это занятие, которое длится час 20 и 5-минутный перерыв до следующего занятия. Как вы понимаете, в среднем это получается в лучшем случае час занятий, потому что это мне повезло, я все занятия веду в одной аудитории. Очень часто нужно всех выгнать, аудиторию закрыть, ключ отнести на охрану, взять другой ключ, пойти, выгнать предыдущего преподавателя, открыть аудиторию, всех запустить, все должны разложиться, должны начаться занятия. В лучшем случае это час, получается 2 часа астрономических недель, сколько это? 2,5 академических недель. Само учебное заведение, черпнуть, называется следующим образом Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Института повышения квалификации высший курс иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации. То есть двумя основными задачами учебного заведения ставится программа профессиональной переподготовки для работников МИД и программа повышения квалификации для дипломатических работников. Что это означает? Специфика работы такова, что дипломату объявляют, что он поедет в страну без его выбора. То есть он не выбирает, какую страну он поедет. Вот стоят перед фактом. Ты через 2 года едешь в Грецию. Начинай учить язык. Тебе надо будет сдать экзамен. И человек ко мне приходит, говорит, меня отправляют в Грецию. Мне надо сдавать экзамен. Я язык вообще нигде никогда не учил. У меня кроме этого языка только английский. Например, на оперативный уровень. Я только после университета. Либо наоборот, другая ситуация. Человек приехал из страны 3 года назад. У него был уже Б2 или Ц1. Ему нужно вспоминать язык, потому что, например, ему светит следующая командировка, его хотят взять на работу. Я спрашиваю, какой у вас был уровень? Мне говорят, например, оперативный. Б2 или, например, Ц1. Я начинаю с человеком общаться. Мы здесь не отмечаем такие тонкости, как произношение, сильный русский акцент или какие-то грамматические, орфографические ошибки. Фактически языка человек не знает. Есть несколько выученных выражений и какой-то опыт, поскольку все-таки 6 лет человек в стране прожил. До того, как я там начал работать, там преподавали исключительно преподаватели, не имеющие филологического образования. То есть это по образованию историки-дипломатов и преподавания велось по учебнику ритмам вплоть до 2018 года. Грамматика объяснялась на примере парадигмы склонения экспериментов, просто заучивались наизусть. Исходя из поставленной задачи, тем более, такая задача стояла до 2022 года. С тех пор, как отношения с Грецией изменились, с тех пор, как произошла выслуга дипломатов, фактически в 2022 году были высланы четверо, по-моему, дипломатов из посольства в Афинах, которые составляли костяк всего греческого отдела. То есть, по сути, это как если бы, например, из армии убрали всех, кроме весь полковников, генералов, вплоть до майоров, убрали бы всех, кроме маршала, фельдмаршала. Весь средний состав, профессиональный, который очень много времени работал, трудился, были объявлены персонами Нонград, они не поедут больше никуда. В Греции они работать не могут. Возник большой вакуум кадров, и последние годы задача ставится следующим образом. Человеку через год, через полгода уезжать в страну, в идеальном варианте сдать бы экзамен на Б2, но если не получится, то не страшно, вы постарайтесь. У нас была ситуация в 22-м году, когда мы человека подготовили совместными усилиями. Я, он сейчас еще занимался с Софьей Юрьевной и с Александрой Дудниковой, мы за год человека с нуля вытянули на тройку с плюсом на оперативный и политический уровень. Человек чуть не сошел с ума, естественно. Но что подсказывает опыт? При работе в учебном заведении с такими, скажем так, условиями работы выявляются следующие трудности. Во-первых, конечно же, дипломаты, они не филологи. Они не имеют очень часто языкового образования, в лучшем случае у них два иностранных языка, один из которых английский на профессиональном уровне. они постоянно меняются, они приходят и уходят посреди учебного года, они будут появиться и сказать, мне срочно нужно учить язык, когда группы уже сформированы. Они уезжают в командировку, их могут не отпускать с работы на занятия. Все это не студенты, которые регулярно ходят на пары. У них есть семьи, они взрослые, состоявшиеся люди. Возраст варьируется от 25 до 60 лет, в том числе в рамках одной группы. Соответственно, поскольку они не выбирают управление в Грецию, мотивация внешняя, когда они приходят на занятия. То есть, хотя это не студенты, которым приходится, кого не хочу видеть, доказывать, объяснять, что этот язык им пригодится, тут люди понимают, что язык им пригодится, но пока еще это задачи, которые делегированы им сверху. Таким образом, на самом раннем этапе мы видим ключевую проблему в том, чтобы показать им, чем греческий может быть им интересен и полезен, не только с точки зрения профессиональных обязанностей, а с той точки зрения, с которой знаем все мы, что это прекрасный, удивительный язык, вообще меняющий жизнь человека. Ну, в принципе, это не сложно, потому что обычно до этого они вообще никогда не сталкивались с языковым языком с такой точки зрения, и часто им вообще никто не преподавал язык с точки зрения филологической, не объяснял, почему в языке происходят те или иные процессы, как они связаны с современной реальностью. В связи с этим как раз мы и выявили следующий подход, выработали с течением времени, который вот мы приблизительно так и называем. Выдавание нового греческого языка в каком-то смысле, наверное, мне иногда приходится, если можно так выразиться, идти на должностное и квалификационное преступление, потому что я объясняю дипломатам грамматику древнегреческого языка, вырывая ее из контекста. Меня спрашивают, как нам запомнить, почему в существительных переносится ударение. Почему? Анфропошнотуанфропо. Я говорю, потому что у в древнегреческом это был долгий слог. Там, видите, две буковки, там, соответственно, две долгие буковки. Но это только в окончании и только в существительном. Никуда больше это не применяется. Запомнили? Молодцы. Хорошо, а почему андилавы не переносятся? Я говорю, а потому что это было в древнегреческом. А андилалос не древнегреческое слово. Более позднее когда распределяются долготы и краткости и так далее. Если даже в таком объяснении есть какие-то огрехи против истины, есть что-то ненаучное, это хотя бы какое-то объяснение, которое человеку дает некий фундамент. И когда в следующий раз он видит слово шинеф поле триандафеля, он понимает, тут ведь тоже приставка и корень, который есть в других словах, как нефош, нефейрли, наверное, поэтому тут ему переносится ударение. Или когда он сталкивается уже с, например, числительными и задает вопрос, почему есть в Якоши и в Якоши он сам себе на него может ответить. Здесь правило идет в соответствии с представлением о том, что он найден и долго, то есть это что-то из более книжного, более классического языка. Здесь, скорее, это нечто более дематическое и так далее. В отличие от системы, когда разница между какими-то формами и особенностями различных регистров языка или информация о том, что вообще могут быть два сценария, опускается полностью, конечно, в любом случае, более выигрышным. То есть приходится фактически в некотором смысле пытаться усидеть сразу на двух студиях. Это, на самом деле, приносит свои положительные плоды, хотя бы с той точки зрения дипломатия начинает задавать вопросы. Они спрашивают, а эмбаси фариптоши почему так интересно пишется, почему я в интернете вижу два варианта написания. А синтесалис, а почему там он и кроме йота? И очень часто получается, что достаточно человеку предоставить простой лайфхак. Вы увидели какое-то слово, которое очень похоже на существительное, которое вы знаете, и у него очень странное окончание, в котором йота, да это дательный падеж. А дательный падеж переведите обстоятельства. И когда человек потом встречает фисы, васы, эмбельны и все остальное, он сам отвечает. А, ну так это же как природа, только вот окончание какое-то странное с йотой. А, ну значит, дательный падеж, значит, это отвечает на вопрос, каким образом? А, ну это что-то вроде естественным путем по природе. Это работает. Проблема в том, что это не системный уровень, и непонятно, как это может применить кто-то, кроме того, кто это разработал на собственном опыте. То есть, конечно, явно существует потребность в специальном пособии. Потому что ситуация уникальная. Она усугубляется тем, что экзамены, которые сдаются по окончанию обучения, как раз в основном оперативный и профессиональный уровень, я, кстати, подчеркну, что профессиональный предполагает, что дипломат работает с любым уровнем перевода, в том числе практически синхронный. Если на оперативный уровень надо подготовить за два года, на профессиональный за три. Подготовить человека за полтора часа в неделю, когда он постоянно куда-то уходит, отсутствует по разным причинам на занятии, не имеет структурного филологического образования за три года на С1 специальный, юридический, экономический, это практически невозможно в таких условиях. А экзамен, что самое проблемное, приходят сдавать не только дипломаты. Я обратил внимание за эти годы, что из Россотрудничества, из Министерства обороны, из Министерства экономики, из всех практически наших государственных структур, когда у них возникает задача отправить своего сотрудника в страну, им нужно как-то подтвердить, что он знает язык, они могут обратиться только на наши курсы. И все эти люди приходят с соединкацией к нам. А у нас экзамен специальный для дипломатов и разработаны определенным образом под определенным требованием. И когда я этого человека на экзамене, например, спрашиваю, а вот тут да, у нас стоит в, допустим, ну, собственно, в тексте, например, парная частица МНПД встречается или даже просто Д. А почему вы переводите как отрицание? Тут же нет никакого глагола. Только Д это отрицательная частица, говорит, что человек пришедший сдавать профессиональный уровень. В лучшем случае с такими ситуациями мы сталкиваемся. То есть это, на самом деле, большая проблема, которая требует серьезной проработки этого направления, разработки каких-то пособий. Обновленных методических рекомендаций, потому что методические рекомендации, распространяющиеся на меня, относятся к европейским языкам. К греческому применяются те же методические рекомендации, что к английскому. Я даже, помню, поднимал вопрос, можно ли меня перевести на кафедру восточных языков, потому что там три года на оперативный и пять лет на профессиональный, что ближе к реальности. Собственно, греческий такт действительно даже в географическом плане посредине. Соответственно, и, конечно же, каким-то образом поднимать проблему того, что абсолютно все наши структуры вынуждают своих сотрудников обращаться, ну, фактически ко мне за удачей экзамен. Мы научились за эти годы эту проблему решать, но это не совсем, я считаю, что, ну, не хочу пастаться, высшим курсом астрономических языков просто повезло, мне оказался филолог. И да, это еще очень важная ситуация, что, конечно, хотя в каких-то ситуациях мне не всегда хватает квалификации с точки зрения дипломатической, экономической, юридической тематики, иногда у нас возникают обсуждения каких-то вопросов во время занятий, в которых, естественно, дипломаты в силовой профессии разбираются лучше. Общий филологический подход, классический подход, по сути, который применяется в том числе и на нашей кафедре, диахронический подход, он дает им необходимый инструментарий, позволяющийся любыми проблемами, которые потом возникают, справляться уже на месте и в поле. Да, я понимаю, что мы задержались, поэтому я хочу закончить свой доклад как раз действительно, наверное, на той же ноте примерно, на которой закончил предыдущий оратор. Надо действительно говорить об этой проблеме и, возможно, кстати, в каком-то смысле дружить дома. Потому что раз КИЯ не может обеспечить достаточного объема курсов занятий, ко мне, кстати, регулярно приходят люди, мне их просто некуда посадить. Ко мне приходят дипломаты вот на дне. У него такого уровня нет сейчас такой группы. А человеку нужно восстанавливать язык. Он спрашивает, а куда я могу обратиться? Я понимаю, что в МОК я его отправить не могу, но при КЦ тоже специфика не та. Вот даже, например, в московском обществе греков есть ли группа Ц1? Как я дипломата с профессиональным уровнем отправлю на такие курсы? Мне нужна специальная подготовка. Возможно, как раз можно было бы вот этот сектор рынка, госрынка, да, госсектор, как раз купировать за счет большого количества невостребованных выпускников-филологов. Потому что, действительно, получается очень забавно. Они не могут устроиться на платные навки, я потому что у меня там нет времени, но в итоге они ищут просто кого-то такого же, как я, в виде частного преподавателя. Вот и все. Очень страшно. И потом приходят ко мне. То есть я, например, Элине Витальевне звоню, я звоню Алексею Юрьевичу, я звоню Суфь Юрьевне, я кому-то отправляю иногда из студентов. И потом мы просто обмениваемся материалом. Я говорю, для экзамена нужно то-то, то-то, то-то и то-то, и человек его готовит. Получается серая, на мой взгляд, правовая зона, что, конечно, совершенно никому не было. Вот, да, спасибо большое. Почтите за небольшую поддержку. Спасибо большое, Дмитрий Алексеевич. Есть ли вопросы? Да, если кому-то интересное, можно посмотреть. Ну, это для внутреннего пользования. Да, дополнительные профессиональные материалы по программам подготовки, они, к сожалению, общие. То есть тут как раз европейский, восточный и африканский языки все вместе. Но тут обозначен основной круг темния, что особенно нравится, что уже на функциональном уровне предполагается, что человек может вести базовую дипломатическую коммуникацию, отвечать на телефон и участвовать в дипломатическом протоколе с греческим языком, на функциональном уровне. То есть это год обучения. Сами себе можете представить объем работы. А можно вопрос? Да. А курсы или на мафии, они не подходят из-за того, что проводится греческая республика, и они у нас... Ну, это же тоже как вариант. У меня, например, такой сертификат на С. Ой, гамма-эна, я уже не помню, но... Это сертификат, который выдает в другое государство. Вы понимаете, в чем ситуация? Они не могут даже в какой-то университет прийти и сдать экзамен. Я поднимал этот вопрос. Им нужна бумажка, которая будет выдана госструктурой. Понятно. А единственное государственное учреждение, именно как по уровню министерства, которое выдает подобную бумагу, это Министерство иностранных дел. То есть фактически это очень забавно. Министерство иностранных дел выполняет функции Министерства образования. Да. Это на самом деле очень здорово, но надо расширять эту деятельность, что это это бутылочное горлышко. Это хорошая инициатива, но не хватает, банально не хватает людей и часов. Это вот, это плохо. И здесь частный способ, если посмотреть университеты, которые выпускают студентов, это человек 15-20 только на Южном федеральном округе ежегодно выпускников, магистров. Куда они все деваются? То есть, соответственно, это же магистратура, соответственно, люди, имеющие какие-то знания. Вот в том-то и дело, да. А нет, нет просто финансирования, причем, получается, деньги государство все равно тратит, потому что условно, вот у нас была ситуация из Минпромторга, отправляли человека, ему нужно было срочно преподаватель, у нас на ВКИА группы не было с нуля в тот момент, и мне пришлось его отдать кому-то, не помню, из наших выпускников, он частным образом с ним занимался, человек подписывал каждый месяц бумагу, что он получил зарплату, то есть государство платит те же самые деньги просто, ну, частному человеку, с которым заключают индивидуальный контракт. Почему это не организовать? Почему не расширить штат, не открыть дополнительные отделения? Это проблема, которую должны решать в том числе мы с вами, потому что мы видим, что есть спрос, и мы знаем, кого мы можем поставить как раз в качестве квалифицированных преподавателей. Мы знаем, что есть люди, готовые работать. Например, мое начальство просто не готово расширять штат. У меня, например, это смешно, у меня сейчас в сумме во всех группах 8 человек. То, что именно в Министерстве иностранных дел дипломатов нет, нет спроса на Грецию, но в других министерствах есть спрос на Грецию, но у них нет своей какой-то службы подготовки. Вот и получается. Они не могут прийти к нам, потому что нет подходящих. Фактически получается на бумаге 4 академических часа, но, как я объяснил, эти 4 вращаются до 160 минут, 160 минут, потом получается 120 минут, а потом идут командировки, потом идут отпуская, а занимаемся мы как в университете, то есть с сентября по декабрь, в январе две недели, как будто бы сессия, потом каникулы, мы начинаем с февраля и заканчиваем в начале июня, ну, в первом плане. То есть это не то. Ну, они дали на отпуск к частному... Уважаемые коллеги, меня слышно? Алло. Дмитрий Алексеевич, добрый день, меня слышно, коллеги? Слышно, да. Добрый день, Дмитрий Алексеевич, добрый день, дорогой Дмитрий. На протяжении многих лет вы и ваш отец преподаватели при Греческом культурном центре и очень внимательно услышала то, что вы сказали. И я предлагаю, если вы не против, давайте подумаем об изучении этого вопроса и возможной потенциального открытия группы, специальной группы для дипломатов с вашим участием при Греческом культурном центре. Почему? Потому что при Греческом культурном центре у нас есть несколько специальных группах. Это, во-первых, спецкурс Элина Маклана, этот курс, этот подготовительный курс. Мы готовим людей начиная с февраля, а экзамены сдаются в мае, и вы можете откомандировать к нам. Занятия в последние годы идут дистанционно, так что с различных регионов, не только России, но люди присоединяются с Грецией, с Кипра к нашим курсам Элина Маклана. У нас есть специальные литературные курсы по Казанзакису, по Карагатису, специальный курс бизнес-специфика, и почему бы нет, Дмитрий, подумайте, не подготовиться. Да, спасибо, спасибо большое, Теодора, да, подумать можно, но я боюсь, только, наверное, не с моим участием, у меня в сумме и так три ставки в виде получается. Это все мои приметы работы собрать, но подумать можно, да, я думаю, мы потом действительно это можем обсудить, да. Спасибо большое за предложение. о подготовке к экзамену к картистату. Ольга, имейте в виду и обращайтесь. Спасибо большое, дорогие коллеги, нам нужно двигаться дальше, у нас еще много докладов, так что давайте, пожалуйста, мы уточним, смогла ли к нам присоединиться Светлана Леонтьевна. Светлана Леонтьевна, вы здесь? Мы могут так, что говорили, что-то не делали. Спасибо. Если Светланы Леонтьевны нет, то мы можем как раз перейти к докладу Теодоры. Да, спасибо огромное, коллеги. Я, поскольку сегодня передвигаюсь, я не знала, во сколько время моего выступления. Я вчера вечером подготовила видео, можем его включить? Удобно будет? Да, конечно. Давайте так. Тогда мы... Режим, потому что я еще могу передвинуться, дочь у меня заболела, в вашем распоряжении, чтобы ответить. Я буквально вчера вечером подготовила видео с моим коллегой. А так я здесь, в вашем распоряжении. Если не включится видео, постараюсь... Мы бы скачали, да. Сейчас все должно быть. Да, да. Спасибо, Аксене Анатольевне. Спасибо. Я, кстати, не вижу вас. Видимо, я вижу только тех, кто в зуме, да? Такая техническая спец. Аксене Анатольевне. Я не вижу. Можно много? Нет, нет, я думаю, что... Сейчас, подождите. Сейчас, секундочку. Одну секундочку, я запущу видео через Zoom. Так. Я извиняюсь, если есть какие-то... А, все, включено. Зачем? Вот, в совместе используем звук в серию. Да. Так, коллеги, видно ли вам видео? Все видно, да. Да. В пользу случаям хочется выразить нашу глубочайшую признательность и благодарность за приглашение, за возможность выступить в этой прекрасной конференции, за возможность общения с аудиторией, с публикой, а также поздравить вас, уважаемые коллеги, дорогие друзья, всех организаторов, соорганизаторов со стой блестящей инициативой. Ну вот, наш доклад, доклад от Греческого культурного центра, многопрофильная культурно-образовательно-просветительская деятельность Греческого культурного центра в Москве. Итоги работы с 2005 год нашего основания по текущий 2024 год, сложно поверить, что нам уже 19 лет, скоро начнется 20-й. Потребности закономерных, залог сближения и межнационального мира и согласия. Курсы греческого языка при ГКЦ. На самом-то деле, дорогие друзья, греческий культурный цент, ГКЦ, будем аббревиатурой, для того, чтобы сэкономить время, начал свою работу в 2005 году. Будучи общественной организацией, основанной немногочисленной группой греческих наших представителей, ведущих представителей нашей диаспоры, наших меценатов, ГКЦ ставит перед собой благородные цели сохранения и преумножения греческой культуры в России, максимального раскрытия и реализации потенциала эллинов и филеллинов, всех тех, кто в силу своей деятельности, профессиональной, или любительской, способствует греко-российскому взаимодействию, дальнейшего укрепления и развития российско-греческого культурного, духовного сближения, взаимодействия, сотрудничества. Нашим греческим культурным центром реализуются проекты, как на регулярной основе, к таким относятся курсы греческого языка, лекционные курсы по истории Греции, по культуре, по литературе, по архитектуре. Занятия греческими танцами, вокалом, театральные мастерские, а также разовые проекты, такие как исследования по греческой проблематике, научные конференции, выставки, презентации книг, концерты, фестивали, мероприятия, посвященные памятным датам, национальным нашим датам, театральные постановки, развлекательные мероприятия, публикация книг, большая издательская деятельность, о которой, кстати, расскажем и в рамках этого сообщения. При нашем греческом культурном центре работает библиотека, киноотека, фонотека, предназначены для всех желающих, и мы вас ждем как раз в нашем офисе на Атуфинском шоссе 44. Преподавание греческого языка, дорогие друзья, остается нашим приоритетным направлением. Греческий язык – это язык Гомера, Фукидида, Сафокла, Аристотеля. Это язык священных писаний, византийских хроник и современных греческих поэтов. Язык, подтверждающий преемственность, континуитет греческого мира и его величия от античной до современной Греции сквозь Византию, сквозь Средние века. Прекрасная, без суеты, красота, без изнеженности. Это как раз отрывок филокалументе метафтелески, философумен, анеф, Малакес, эпитафиус фукидиду. Фукидид, эпитафи, Перикла, дорогие друзья. В этой фразе заключается именно квинтэссенция греческого мышления, состоявшего в гармоничном сочетании веры, простоты, содержания, красоты, аутентичности. Это и есть настоящие добродетели. Итак, дорогие друзья, если переходить именно как раз к нашему лингвистическому проекту, который является основным стержнем нашего выступления, в прошедшем 2023-2024 академическом году, который стартовал буквально ровно год назад работали 29 групп, языковых групп для взрослых и 9 для детей, 3 для русскоговорящих детей, 6 для греко-говорящих детей, и того работали 38 языковых групп. Уже несколько лет дополнительно работает при ГКЦ специальный курс по подготовке к получению аттестата знания греческого языка, так называемой к нашей эллиномации. Этот курс ведут ведущие греческие филологи, откомандированные педагоги по линии Министерства образования Греции в последние годы бесперебойно ведет этот курс наш блестящий педагог, филолог Петрус Калагерополюс. Он же параллельно ведет и параллельно работает спецкурс новый лингвистический языковой проект новогреческой литературы по стяжению. И мы уже два года назад провели наш курс Никос Казанзакис грек Зорба и уже второй год идет в рамках проекта спецкурса лингвистического языкового проекта новогреческой литературы по стяжению ведет наш курс Михалис Карагатис и его произведения Югерман. Это как раз специальные лингвистические литературные курсы, которые приобщают всех желающих искушенных к по стяжению греческой литературы. Еще один новый лингвистический курс, дорогие друзья, греческий язык бизнес-специфика, который очень удачно прошел год назад, его вел опытнейший специалист, филолог, экономист, международник, посовместительство, моя коллега в посольстве Греции в Москве в торгово-экономическом отделе нашего посольства Наталья Васильевна Шанго. На курсах Греческого культурного центра на настоящий момент, дорогие друзья, задействовано 17 педагогов, среди них 11 ведущих российских эллинистов и 6 греков, греческих педагогов, грек, этнических греков, но и греков из Греции, носителей языка. В последние годы интенсивно работают наши летние лингвистические группы греческого языка. Хочется сказать, что этим летом, летом 2024 года, очень успешно работали 8 языковых групп, в том числе детские. Детская, кстати, заканчивает буквально спустя 3 дня, она начала заниматься чуть позже. Обычно во времена допандемийных мы базировались на 14 географически различных по Москве площадках очагах распространения греческого языка, греческой культуры. Поскольку у нас нет своего здания, очень часто к нам и ко мне обращаются всякие деятели из Греции, скульптори, художники, говорят, ой, можно у вас выставить наши работы. Мы видим на сайте такую обширную многопрофильную деятельность, и мы объясняем, что у нас нет своего здания, есть очаги, с которыми мы сотрудничаем. Но, конечно, во времена, то есть, их дошло до пандемии, до 2020 года, до 14 точек, дорогие друзья. Это библиотеки, вузы, школы, музеи, фонды. А, конечно, коронавирус и новые условия нас как раз подвигли к тому, чтобы освоить новые технологии. мы буквально за один день 15 марта 2020 года оперативно перевели нашу работу на дистанционный режим, и в данный момент, кстати, уже начался новый академический 2024-2025 год, и уже уже сформированы 26 групп конец сентября, начало октября, и формирование групп еще идет, причем это только для взрослых и 3 для детей, пока еще не сформированы группы для греко-говорящих детей. Большая часть этих групп теперь уже дистанционно, дорогие друзья, а при этом параллельно работают на данный момент 3 группы очные. Мы постоянно на протяжении всех этих лет, нам уже скоро 20-й год, стараемся расширять очаги распространения греческого языка. В марте 2014-го года наш язык, греческий язык был внедрен в образовательную программу православной гимназии имени митрополита Платона Проникола-Пережинской обытили. В феврале 2015-го года во время своего пребывания в российской столице гимназию посетила первая леди Кипра, супруга президента страны, госпожа Андрия Анастасиадович. И, кстати, я прекрасно помню, когда мне позвонил в феврале консул, мой приятель, консул посольства Кипра и говорит, вот Феодора, знаешь, приезжает президент, он будет в Кремле с российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным, а что делать с супруги, куда, вот чем ее заняться, я говорю, давай-ка мы ее в гимназию. И вы не поверите, она дважды была в гимназии, при этом лично я не присутствовала, потому что я была занята другой работой, присутствовал переводчик посольства. Кипра, естественно, а в июле 15-го года вот группа детей из этой гимназии и педагогов посетили остров Кипр по приглашению первой леди, господи Анастасиадис. За этом последовало налаживание мостов дружбы и побратимства с православной гимназии кипрского города Лемесок, так называемой тайной школой, то есть эта школа с таким же православным направлением, как и православная гимназия имени митрополита Платона Левшина. В июне 15-го года приехали в Москву эти прекрасные ученики кипрской школы, их родители, директор. Также хочется сказать, что в сентябре 14-го года мы открыли для курсов ГКЦ новую площадку гимназию Элада, которая на самом-то деле на сегодняшний день является одним из основных очагов распространения греческой культуры, греческого языка. Там ведется язык, культура, танец, вокал и регулярно там проводим наши просветительско-образовательные мероприятия и всех приглашаем и зовем 26-го октября, дорогие друзья, в 5 часов вечера мы там проведем наш день охи, натиск итало-фашистской агрессии в октябре 40-го года. Наш национальный праздник совместно греческий культурный центр, общество дружбы Россия, Греция, Кипр, московское общество греков. Также хочется сказать, что в период 15-го-16-го года греческий язык мы внедрили в ряд библиотек, такие как библиотека номер 16 имени Грина, в российский университет имени Пирогова, в центральной детской библиотеке имени Сурикова, в храме Презоположение Пресвятой Богородицы. В сентябре 17-го года греческий язык был введен в государственный православный свето-тихановский гуманитарный университет. И это именно заслуга греческого культурного центра. Это наши усилия, наши контакты, участие во внутренней жизни этих университетов, в том числе участие на конференциях, которые проводятся при этих университетах. И спустя 20 лет после 20-летнего перерива греческий язык был снова возвращен тоже благодаря Греческому культурному центру в общеобразовательную программу Московского государственного лингвистического университета. Также с сентября 18-го года новогреческий язык внедерен в факультативную образовательную программу для студентов Московского педагогического государственного университета и Московского городского педагогического университета. Хочется сказать, что вкратце хотелось бы акцентировать внимание на историю развития нашего лингвистического проекта. Мы начали работать, даже вступили, вошли в наш офис в ноябре 2005-го года, и мы решили первый проект, это как раз лингвистический проект. И вы не поверите, дорогие друзья, создавая базу данных из вузов российской столицы, мы начали путем электронной рассылки направлять информацию о формировании групп греческого языка. Спустя две недели к нам записались на курсе первые 120 заинтересованных. Спустя два месяца количество заинтересованных изучать греческий язык дошло до 200. В сентябре 2006-го года количество желающих записавшихся к нам на курсах до курса достигло 300 человек. Спустя год эта цифра увеличилась до 600 и чтобы долго не говорить и не злоупотреблять вашим временем, в последние годы почти около 1000 человек, а порой эта цифра зашкаливала до полутора тысяч человек записывается на курсы греческого языка. Анкетирование. Мы все эти годы проводим анкетирование среди наших учащихся для того, чтобы изучить их состав, мотивацию, возраст, профессиональную деятельность. Более подробная информация будет в докладе письменном, который мы представим и выпустим вместе с пресс-релизом. Вкратце, дорогие друзья, если 20 лет назад быть может небольшой интерес к изучению греческого языка, мотивация была, может быть, переезд в Грецию, какая-то профессиональная деятельность, на самом-то деле основная масса наших учащихся заинтересованы исключительно в греческой культуре, в греческом языке, и это искренне непринужденная любовь к греческой культуре, к греческому языку. Одна треть наших учащихся это российские граждане с греческими корнями, две трети это российские граждане без греческих корней. В любом случае, это все российские граждане, треть из них это россияне с греческими корнями, с родственниками в Греции. Что касается учебников, с самого начала, дорогие друзья, мы дали свободу педагога, выбирать учебники. И безусловно, наши педагоги выбирают учебники, которые с одной стороны составлены ведущими греческими лингвистами при греческих вузах, и они, эти учебники ориентируются на иностранцев, которые изучают греческий язык. Это таксидисты лава, эпикинонисты эллиника, эллиника яксенус, эллиника тора, энасинена, эллиника тора диосиндио. При этом, дорогие друзья, мы очень хотели, и я лично очень хотела, чтобы мы создали учебники для россиян. И как раз по нашему побуждению мы сподвигли ведущего нашего лингвиста Ирину Георгиевну Белецкую, которая за все эти годы написала шесть учебных пособий, шесть учебников новогреческого языка. Два для взрослых новогреческий сегодня интенсивный курс новогреческий сегодня практику по грамматике. Я как сейчас помню, как я сидела редактировала 15 часов подряд как раз новогреческий сегодня интенсивный курс, когда мы его выпускали в 2007 году издательство Филоматис. Впоследствии Ирина Георгиевна Белецкая выпустила и четыре учебника для детей, при этом блестяще и спокойно их можно применять при преподавании взрослым. Учебник новогреческого языка час первая, час вторая, час третья, час четвертая. Известно также, что существует греческий для говорящих по-русски нашего большого друга, моего коллеги по посольству на протяжении долгих лет, Алексея Гришина, как раз, который тоже долгие годы преподавал у нас, а потом мы его порекомендовали лингвистическому университету и в итоге его потеряли. что касается много можно говорить о методиках преподавания и методиках именно и при написании этих учебников. Это коммуникативная методика, интегрирована с некоторыми традиционными элементами преподавания. Компоненты при этом используются компоненты традиционной методики. Комплексный подход и безусловно индивидуальный подход и безусловно и методы изучения иностранного языка, так называемая лингва страноведческого метода при изучении языка. Дорогие друзья, подытоживая, хочется как раз закончить на такой лирической ноте. Хочется сказать, что эллинизм и филиллинизм в России, то, что мы испытываем все и скоро уже 20 лет нашей работы все наши сотрудники, работники весаппарата Греческого культурного центра всегда являлись, являются и будут являться залогом преемственности в отношениях двух близких единоверных связанных нашей историко-духовно-культурно-цивилизационной общностью и ментальностью народа. И в связи с этим позвольте мне закончить двумя моими любимыми отрывками из воспоминаний российских путешественников, которые путешествуют по всему греческому миру. Один это Александр Милюков, который посетил Афины в 1857 году. Прогуливаясь под Акрополем, Александр Милюков со своим греческим приятелем общается на французском. При этом 1857 год, обратите внимание, друзья, это год после Крымской войны, когда греческо-политическая элита все сильнее ориентируется на Запад, а влияние России на Балканах безусловно уже ослабло, как и в Европе. При этом Милюков описывает, как прогуливаясь от Акрополя, недалеко от Акрополя, у подножия ноги Акрополя, и разговаривая со своим греческим приятелем по-французски, им довело встретить с греческого старика-пастуха. Старик почему-то сначала подумал, что иностранец он из Германии. Однако, после того, как понял, что перед ним русский россиянин, нахмуренное лицо старика прояснилось, и, проложив руку к сердцу, прикладывая руку к сердцу, он сказал, садись, садись, русские наши гости, русские наши братья. Дорогие друзья, искренне убеждены, что слова греческого пастуха 1857 года как никогда отражают отношения между нашими народами, в том числе, в первую очередь, на уровне межличностных отношений, отношений между народом, простими людьми, вне зависимости каждый раз от всякой политической конъюнктуры и целесообразности. И еще один отрывок последний Владимир Петрович Орлов Давидов это русский писатель, мельцинат, любитель артичности, тайный советник, который как раз предпринимает и сам финансирует научно-познавательную экспедицию на Ионические острова в Грецию, Малуазию и Турцию в 1835 году. Итоги этой экспедиции стали его путевые заметки. Кстати, надо сказать, и сохранились блестящие работы, Владимир Петрович Орлов Давидов с собой в экспедицию взял великого русского художника Карла Павловича Брюлова и сохранились его блестящие работы. Подытоживая свой двухтомный труд путевые записки, которые впоследствии были выпущены в Санкт-Петербурге в 1839 году, Владимир Петрович пишет, как неглубока будущность севера, не менее глубоко прошедшей Греции. И когда паровая сила сблизит на всем земном шаре расстояние и заменит труды тысячи народов, и тогда ум человеческий не создать ничего совершения или ады и парфенона. Дорогие друзья, мы вас очень любим. Мы единый мир. Вместе мы сильнее, мощнее, духовно богаче и на самом-то деле счастливы. Сосагапаме гапитих вели. Имасте мази, имасте энас сенеос космос. Мази имасте исхиротари, сенаротари, невматикаем плитизмени, кейли крынаев тихизмени. Мази сас кендроль не купайтесь му. Сосперемен. С вами греческий культурный центр, дорогие друзья, и вся наша дружная команда. Мы вас очень любим и всегда ждем. Спасибо за возможность общения. Спасибо организаторам. Большое спасибо, дорогая Теодора. Благодарим вас, коллеги, благодарим за возможность. Может быть, это было немножко эмоциональное выступление, но это было от души, честное слово. Большое спасибо. Если всегда в вашем распоряжении, всегда готовы ответить на электронную почту, куда удобно, пожалуйста, обращайтесь. Коллеги, есть ли вопросы? Все было очень полно и понятно. Спасибо большое, Теодора. Спасибо, дорогая Ксения Анатольевна. Спасибо. Итак, мы можем двигаться дальше. Дальше у нас по программе запланировано выступление Юлии Александровны Шапурмы из Самарского регионального центра для одаренных детей. Юлия Александровна, вы здесь? Ксения Анатольевна, простите, пока Юлия Александровна подключается, хочется сказать, что, к сожалению, участники нашего танцевального коллектива, поскольку сегодня рабочий день, никто не смог вырваться и к четырем часам быть в Доме национальности, чтобы участвовать в концертной программе. Приносим свои извинения. Вы нас заявили, простите, что мы с удовольствием посмотрим на ваше замечательное выступление в следующий раз. Спасибо. Спасибо. Юлии Александровны нету. Тогда следующий доклад у нас был запланирован Ирина Николаевна Алеповой из Ставрополя, греческая школа города Ставрополя. Ирина Николаевна, вы здесь? Нет. Да, к сожалению, Ирины Николаевны похоже тоже нету. Тогда мы переходим к следующему докладу. Ирина Витальевна Трисорукова МГУ имени Ломоносова Хмюрса новогреческого языка при филологическом факультете МГУ имени Ломоносова программа уровней учебной пособия. Добрый день, коллеги. Сейчас я открою презентацию. Добрый день, Сейчас я открою презентацию. Коллеги, я думаю, что всем видно. Сразу хочу сказать, что данная программа предназначена для тех, кто хочет получить свидетельство государственного образца, не обучаясь при этом в Московском государственном университете, и люди обращаются на подготовительные курсы или на курсы иностранных языков или на курсы повышения квалификации, обучаются в обязательном порядке от одного семестра до четырех семестров, то есть до двух лет, после чего получают свидетельство государственного образца о прохождении определенной программы. Мы ни в коем случае не представляем собой конкуренцию частным курсам иностранных языков, поскольку к нам приходят люди, которые преследуют определенную цель. Отчасти мы являемся практически такими же курсами дополнительного образования, таким же отделением, каким являются высшие школы иностранных, высшие курсы иностранных языков при МИДе, с той только разницей, что к нам приходят люди, которые не обязательно работают в госструктурах. Им просто по какой-то причине требуется свидетельство государственного образца. Вы видите на слайде сейчас адрес нашего дополнительного и довузовского образования, куда можно обращаться, там представлена вся информация. Что представляют собой дополнительные курсы в Московском университете? Прежде всего, в Московском университете организована очень большая интересная программа, так называемые студенческие разговорные клубы. Есть клубы, которые организуют студенты без участия преподавателей для тех студентов, кто хочет выучить иностранный язык или кто уже знает какие-то азы иностранного языка. В прошлом году у нас работал такой курс, это называлось Лесхельники с Глосса, Лесхельники с МСЮ, который ввели наши студентки, ныне выпускницы, вы видите здесь темы, которые они обсуждали, раз в неделю проходили заседания этого студенческого клуба и тем самым как бы проводились дополнительные занятия языком. Это все осуществляется в бесплатном формате для студентов любых факультетов МГУ, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, главное, чтобы человек был студентом МГУ. Как проходит преподавание на курсах иностранных языков нашего отдела дополнительного педавузовского образования. У нас есть все уровни А1, первый уровень, дальше уровень А2, Б1 и дальше уровень Б2, С1 на уровень С2, пока у нас никого нет. Прежде всего при определении уровня учитывается субъективное знание, то есть как сам человек оценивает свой уровень и, конечно же, второй этап это проводится объективное тестирование знаний, чтобы определить в какую группу будет у нас зачислен или в какую группу будет записан человек. Учебники стандартные, вы видите их на экране, учебники, которые предназначены главным образом не для филологов, то есть мы не берем наших базовых учебников типа на или не каяк сэнус, мы берем учебники, в которых в той или иной мере представлен именно коммуникативный подход и, естественно, в зависимости от уровня выбирается определенный учебник. Дополнительные материалы, которые используются, это, во-первых, ну, например, просмотр мультфильмов на греческом языке, это могут быть переводные российские мультфильмы, это может быть «Маша и медведи», это может быть «Террия Бен и Коли», «Свинка Пеппа», это может быть канал, который создан греческим мидом «Стайли Никас», мифологии и всевозможные другие материалы, естественно, учитываются. Все квислет и другие сайты, которые могут быть задействованы в преподавании языка. Естественно, греческие песни, художественные документальные фильмы на греческом языке, греческие телеканалы, так как доступ к соцсетям по определенным причинам теперь невозможен, и канал YouTube тоже доступ в значительной мере ограничен. Но вот коллекция советских мультфильмов как-то открывается. «Маша и медведь» как-то открываются. Еще и можно спокойно смотреть как с субтитрами, так и без такие вот мультфильмы. Проблематика и преимущества наших курсов. Субъективная проблема, курс не может быть краткосрочным. Минимальная продолжительность курса это один семестр, после чего человек может получить свидетельство государственного процесса, что он прослушал этот курс. Курсы проводятся главным образом в дистанционном формате, то есть у нас отсутствует, точнее как, мы можем проводить их в очном формате, но тогда мы ограничиваем аудиторию и люди из других городов не могут принять участие в наших курсах иностранных языков. Количество участников одной группы не может превышать 15 человек. Я отнесла это к субъективным проблемам, так как зачастую люди хотят, например, прийти большой дружной компанией. У нас был такой запрос, их было 18 человек, они все решили дружно изучать греческий язык. Причины, к сожалению, нам неизвестны, но вот мы не смогли их принять и сказали, что мы будем создавать две группы, но вот они задумались и ушли. Объективные преимущества. Конечно, можно сказать, что академизм преподавания это скорее субъективная или объективная проблема, но к нам приходят люди, которым именно нужен долгий курс, которые хотят получить отчасти филологический подход, будучи даже не филолог. И, конечно же, очень важным преимуществом является то, что человек сразу же заточен на эти четыре месяца или же на восемь месяцев, то есть на два семестра. Человек в январе заканчивает курс, курсы начинаются в октябре, заканчиваются в январе, в начале января, сразу после праздников, потом у нас сессия, человек либо заканчивает курс, либо проплачивает новый семестр четыре месяца, и опять может получить свидетельство государственного образца. Какие проблемы, на наш взгляд, требуют неотложного решения? На самом деле, я думаю, что все коллеги согласятся, необходимо создавать греческо-русский и русско-греческий слова в бумажном или в электронном формате, или в том и в другом формате, и на это надо находить финансирование, поскольку я уверена и больше, чем уверена, что все преподаватели греческого языка в той или иной мере страдают от отсутствия хорошего словаря хоть в каком формате, потому что, как известно, последние словари были изданы и проверены, как, например, словарь Хорикова, это где-то 80-е годы, с тех пор прошло без преувеличения 40 с лишним лет. Кроме того, как идея, мы выступаем с таким вот предложением, что, может быть, стоит создать портал, который, опять-таки, нуждается в финансировании, для преподавания греческого языка, где могли бы проводиться, например, регулярные встречи преподавателей греческого языка для обсуждения каких-то проблем, каких-то идей. Может быть, там можно будет выкладывать какие-то свои материалы, какие-то наработки, какие-то, может быть, учебники, которые есть в открытом доступе, есть какие-то пособия. Вот, например, мы сегодня услышали, Ольга Таран нам рассказала, что есть какое-то пособие, которое в открытом доступе. Это можно было бы сделать на таком едином портале. Более того, там можно было бы обсуждать какие-то новые возможности для изучения греческого языка. Может быть, публиковать какие-то материалы аудио или видео, которые, опять-таки, доступны в открытом формате и не попадают под действие авторского права. Я думаю, что это повод для размышления, обращенный ко всем нам. Мы, как Московский университет, выступаем вот с таким предложением. Спасибо за внимание, коллеги. Я надеюсь, что я немного потратила ваше время. Спасибо. Ну, можно вопрос? Да, конечно. Ну, во-первых, по образовательному порталу еще лет пять назад мы давали такое предложение к Ивану Игнатьевичу. После того, как мы написали собственно пособие, а информацию о пособии, сами понимаете, грамматика, книги Рытовой, да, они грамматику дают в таблицах, о которых говорил уже Дмитрий Алексеевич. Они достаточно, ну, мягко скажем, устаревшие, поэтому мы делали грамматический материал, мы писали его сами, на основании каких-то книг, да, потому что, сами понимаете, то, что подходит для не или не к я, к сену, сена, сенена, это все для студентов, пятикласснику, шестикласснику, работать с этим невозможно, то есть нам приходилось облегчать, там, говорить, что определенный артикль это маленькое служебное слово, которое стоит и так далее, и таблицы и прочее мы в том числе искали в интернете, наткнулись на огромное количество ошибок, наткнулись на то, что греческой грамматики в интернете, ну не то, чтобы ее нет, она, конечно, есть, но это все выложено на разных сайтах, вот какими-то мелкими, такими невнятными отрывками, и поэтому мы написали как проект предложение вот образовательный портал греческого языка, типа как пазл English английский, где было бы все, над чем работают учителя, то есть где был бы блок грамматики, где был бы блок упражнений по каждой теме, где были бы залиты видеоролики с историей, культурой, свинками, пеппами, машами и медведями, потому что все, мы сейчас перешли полностью на рутуб, я как бы, ну и даже по чисто, ну не патриотическое, но с точки зрения, раз не надо, так и не надо, но там тоже черт ногу сломит, даже в плане греческой музыки, да, как бы, поэтому было это предложение, была смета, не помню насколько, я же говорю, было это лет пять назад, то есть мысль такая была, потому что она была бы, это было бы интересно, это было бы правильно, как бы, сделать, да, второй вопрос по словарям, по практике работы, конечно, может быть, для более высокого уровня они нужны, но дети сейчас все ищут в интернете, весь, и я сама, натыкаясь на какое-то слово, я ищу его в интернете, то есть чтобы у меня был с собой словарь, я, ну, не помню уже, то есть когда из постоянного... Поэтому я и говорила об электронном словаре, потому что ошибки, которые приносят все наши и дети, и взрослые из Яндекс-переводчика, Гугл-переводчика, Голден Дикта, где подбружен Фориков и Логофетис, которому, ну, без преувеличения скоро будет 90 лет, потому что это 54-й год издания. Ну, да, и хотелось спросить... Словарь Мандесона, который... Квалификации, вот мы сейчас столкнулись, у меня последние курсы были в 20... Ой, в первом году я прорвалась с боем туда-таки, и мне, ну, как курсы повышения квалификации, как ученик, стоили около 400 евро, ну, плюс дорога и так далее, но наше Министерство образования да, то есть я повысила свою квалификацию, потому что мы, учителя, раз в 5 лет должны учиться, а у вас есть вот повышение квалификации учителей? У нас есть курсы повышения квалификации и для... Другое дело, что там совершенно другой стандарт, то есть там есть определенное количество лет, которые вы должны прослушать курсы, и я не уверена, что это и мы озвучили программу, мы озвучили возможности, и человек сказал нет. Мы готовы обсуждать с нашим начальством в силу изменившихся обстоятельств. Я думаю, что прежде всего вам надо обратиться на сайт, я еще раз могу сейчас вывести... Вам надо обратиться к ним и узнать стоимость этого, поскольку я не готова вам ответить на финансовый вопрос, и кто и как будет финансировать. Я думаю, что вы сами боюсь, что не сможете этого делать, потому что это считается вторым образованием. Поэтому я думаю, что вам надо к ним обратиться, посмотреть на сайте, там есть их телефон. Я думаю, что это интересный проект, и что мы вполне можем этим заняться, так как у нас есть специальный, не только отделение, у нас есть специальный факультет переподготовки, с нашим отделом дополнительного ядовозовского образования. Хорошо, спасибо большое. Вы имеете в виду курсы переподготовки? Преподавание греческого языка. Нет, нет, отдельно курсы греческого языка, когда человеку нужна справка, например, для его фирмы. Человек может сдавать или на масле, но зачастую фирма говорит, мне нужно ... Да, внутренне эти... Свидетельство о прохождении курсов иностранного языка написано количество часов, 4 месяца это 50 часов, 8 месяцев это 100 часов, если он хочет продолжать, соответственно, будет указано 150, 200 и так далее. Каждый семестр 50 часов, два раза в неделю по полтора часа. Есть еще вопросы? Если вопросов к Корине Виталиеву нет, то мы можем продолжить в форме свободной дискуссии. Если у кого-то есть еще какие-то предложения, замечания, рассказы, о чем-то, то мы вас приглашаем. И я тоже могу вас подпишись с этим правом. И как уже обещала, рассказать о том, что проводится у нас на кафедре. Это олимпиада по византийской и новогреческой филологии, которая проводится для школьников уже 12 лет. так. Так, сейчас секундочку, пытаюсь найти наш сайт, чтобы вам продемонстрировать, где можно узнать. Я пытаюсь, у меня очень плохо получается работать. Я на сайте нашла архив заданий на вашем. Да, да, все верно. Да, сама где ссылка, когда она проходит, что не могу сказать. Сейчас, одну секундочку. Это декабрь. Я сейчас поделюсь секундочку. Итак, я надеюсь, что всем видно. Это сайт нашей кафедры византийской и новогреческой филологии. Здесь есть информация, в том числе о наших мероприятиях, о разных конференциях, которые мы проводим. И вот здесь у нас есть раздел для абитуриентов и раздел интернет-олимпиады для школьников. Вот так вот можно ее найти. Здесь есть архив олимпиады, где представлены все задания, начиная с 2012 года. Единственное, что в начале, когда мы публиковали задания, у нас не было разбора этих заданий, есть только вопросы к этой олимпиаде. А потом у нас как раз появился дистанционный формат. И если мы посмотрим на олимпиаду 2023 года, которая была посвящена Кипру, то здесь можно посмотреть все вопросы для младшей и старшей категории. И дальше это у нас как бы анонс об олимпиадах, а вот это первое видео это разбор заданий. Олимпиада проводится для школьников 5-11 классов. Разделены задания на два уровня сложности с 5 по 8 и с 9 по 11 классы. Не требуется знание греческого языка для участия в этой олимпиаде. Все вопросы носят такой вот культурологический характер. И последний вопрос это всегда лингвистическая задача. Я продемонстрирую сейчас вам например вопросы олимпиады 2023 года. Для младшей категории у нас был например вот такой вопрос. Мы показывали две картинки и спрашивали у ребят как называется эта гора, где еще они встречали такое название «Как эта гора может быть связана с Кипром». Все вопросы публикуются 15 декабря ежегодно. Для участия в олимпиаде нужно регистрироваться на портале олимпиад для школьников филологического факультета. И дальше на поиск ответов дается месяц. То есть мы принимаем ответы последний день 15 января. Как раз этот период попадает на школьные каникулы и дети могут спокойно заниматься поиском ответов. С помощью интернета можно разобраться, что это гора Алимс, ну и, соответственно, рассказать, где еще такие города находятся. Второй вопрос, например, в младшей категории у нас касался такой древней истории до Кипра. Нужно было посмотреть внимательно на мозаики, рассмотреть изображения животных и птиц, которые здесь представлены, и подумать, что они могли означать и почему они использовались в этих мозаиках. Также мы, конечно, давали указания на то, где эти мозаики расположены, можно было найти информацию и ответ представить. Четвертый вопрос, это лингвистическая задача. Каждый год у нас такая задача представлена, мы составляем таблички, в которых есть сначала слова, представленные греческой графикой и латинской графикой. Нужно найти соответствие, здесь диалектные соответствия, и дальше заполнить пропуски в таблице, соответственно, то есть где у нас там есть N в словах среднего рода, где у нас там есть интервокальное выпадение каких-то согласных и прочее. То есть эта задача такая математическая скорее. Если ребенок может записать еще и греческими буквами, то это хорошо, но это не обязательно. Мы оцениваем в том числе по транскрипции. И последнее задание это всегда у нас творческое задание. Например, в этом году мы предлагали ребятам поразмышлять на тему, каким я вижу Кипр будущего. Нужно было писать небольшое эссе на эту тему и рассказывать о том, как можно мирно и хорошо жить в будущем всем нам. Да, соответственно, дальше вы можете посмотреть на нашем сайте разбор заданий. Это награждение участников ежегодно и разбор заданий Олимпиады. Он предлагает, конечно, выйти на наш YouTube-канал. Сейчас не знаю, насколько хорошо это будет запускаться. Естественно, на сайте можно все эти ссылки тоже открыть и внимательно поизучать. Помимо участия в Олимпиаде, к которому приглашаем всех школьников, мы, естественно, предлагаем использовать и задания Олимпиады для ваших целей. Если у вас есть какие-то праздники, какие-то викторины, связанные с культурой и с историей Греции, а также с греческим языком и разными диалектами греческого языка. У нас, например, кстати, в 21-м году была Олимпиада, посвященная понтийскому диалекту, и в 22-м году малазийской культуре. Это все можно посмотреть. Можно использовать задания, посмотреть и правильные ответы тоже в разборе наших Олимпиад, но с указанием на то, что это были задания Олимпиады кафедры византийской новогреческой филологии. Это мое такое краткое сообщение о том, что еще можно делать, что не связано напрямую с изучением языка, но связано с стимуляцией, с пробуждением интереса к новогреческой культуре. Можно уточнение? Если, например, задание по кипрскому диалекту, у нас есть часть Олимпиады, социолингвистика называется, если мы его возьмем для школьного этапа или для городского этапа с указанием, что мы взяли у вас, возможно это? Пожалуйста, вы можете взять любые задания, у нас каждый год разные диалекты, у нас были северно-греческие, критские, кипрские, понтийские, все что угодно, все можете брать. Хорошо, спасибо. Там единственное, что у нас в одном задании была в этом году опечатка, мы ее исправили вроде, у нас даже дети, которые отвечали на вопросы, сразу же в первый же день прислали нам письмо и сказали, по-моему у вас в табличке опечатка, вы забыли одну букву Эдна. Пожалуйста, коллеги, есть ли у вас какие-то еще вопросы, предложения, соображения, сейчас у нас свободная дискуссия, можно обсудить какие актуальные есть проблемы в преподавании греческого языка, что хотелось бы нам совместно сделать, что вы бы хотели, чтобы, может быть, мы обсудили в будущем. Пожалуйста. у меня был вопрос Дмитрия Алексеевича, который я не успела задать и который мог бы быть таким стимулом для обсуждения. Но потом последовал доклад Ирины Витальевны, который, возможно, отчасти на него так или иначе ответил. В общем, на самом деле, действительно, всегда была проблема с получением для редких языков с получением какого-то сертификата. И часто можно было видеть такой запрос, где в Москве я могу сдать экзамен по такому-то языку, чтобы получить бумагу, чтобы меня потом приняли на работу. Ну и реалии языковые таковы, что как частные курсы, так и только всегда отвечали идите сдавайте международный экзамен. Но у международных экзаменов есть такое свойство, то, что если принести сертификат знания греческого языка, на котором все по-гречески написано при трудоустройстве, не факт, что это будет понятно. Поэтому курсы МИД, где работает Дмитрий Алексеевич, всегда были такой площадкой, куда с этой целью приходили сдавать экзамены именно по редким языкам. Я не знала, что там есть экзамен по греческому языку, теперь знаю. И я хотела его спросить, он только для дипломатов или не только? Насколько я понимаю, абсолютно любой человек с улицы может позвонить в учебную часть, сказать, мне нужно сдать экзамен за день. Я вот причем буквально на днях впервые в жизни принимал его действительно вот прям. мне ничего за это не сплатили, естественно, но это была совершенно отдельная ведомость, там по идее даже вроде как должно было быть отдельное задание, но в этом как раз проблема, что возможность такая есть, но экзамен-то при Министерстве иностранных дел, то есть если это сделает любой человек, но он получит текст про соответственно рост продуктовой инфляции в Греции во втором квартале. А это перевод какова структура экзамена? Ну, собственно, эта часть изложена как раз в материалах, экзамен состоит из письменной части, из устной части, в письменной части перевод с языка на язык, естественно, по специальной тематике, то есть это на оперативном уровне общеполитический текст, но что можно по-гречески найти на уровень B2 общеполитического основного это визиты, то есть это Мецатакис прилетел, с Эрдоганом поздоровались, обсудили проблемы международного характера в лучшем случае. А профессиональный Ц1 это сложно, это юриспруденция, это военное дело, это экономика. Церкви у нас, к сожалению, или к счастью, нету, не та, но все остальное есть. То есть это именно перевод? Это письменная часть, устная, да, кстати, устная часть тоже странно, потому что на устной части прослушивание аудиофрагмента такого же и его пересказ и перевод с листа по сути таких же текстов. Вот. У меня нет еще самого интересного большого желания как-то сильно предлагать какие-то вещи по улучшению экзамена с этой точки зрения, потому что как раз потребность дипломатов отражает очень хорошо. У них действительно либо перевод письменный, который им дают готовить на пресс-релиз, либо какой-то пересказ на тоже пресс-релиз того, что они пошли на интервью, либо когда они идут переводить переговоры, они приблизительно знают о чем, но то есть это все равно похоже на то, как они переводят этот текст листа. То есть на самом деле нужным дипломатов он хорошо удовлетворяет, а те, кто приходит дополнительно, у меня всегда большой вопрос, зачем вы пришли? Ну вот я эту проблему знаю немножко с другой стороны, потому что про греческий язык я честно признаюсь, не знала ничего, что вот такой экзамен есть. Я знала, что такой экзамен есть с сербским языком, а поскольку больше никакой возможности получить совершенно никакой сербским языком в Москве нет, то это была фактически единственная возможность. И кто-то не обращался, ну действительно, те, кому, вот может быть, кто-то из государственных органов, или кому еще по каким-то причинам было надо, может быть, для работы. Но МИД всегда был настолько закрытый, что когда его там задавали вопросы, а как подготовиться, ну вы же зачем-то идете на этот экзамен, вот вы каким-то таким способом и узнаваете, как к нему готовиться, то есть никаких материалов в открытом доступе, нет, то есть либо записаться на курсы МИД и полноценно их проходить и потом сдавать, да, либо вот как-то так. Но к чему я всю эту историю веду? К тому, что сертификация, конечно, нужна, и тот факт, что теперь на филологическом факультете можно прийти и прослушать курс, получить сертификат, это, конечно, просто фантастическая новость. Значение, которое мы поймем только потом. А у меня еще вот есть вопрос, просто сдать экзамен без курса, можно? Нет. Нет. Это плохо. Как-то надо кому-то из государственных структур показать необходимость, во-первых, существования самой необходимости, то есть есть запрос, причем, и государственные, и общественные. Да, есть запрос, и нет возможности. Я еще раз хочу подчеркнуть, все компании, и напрямую государственные, то есть это министерство, и около государственные, которые все связаны с государственным условным и Газпром, у меня сейчас есть одна ученица, она, по-моему, из Московского банка, и точно так же для начальства платит колоссальные деньги, просто вот, да, за то, чтобы человек с ней занимался и подписывал бумажки. Мне казалось, что для таких вещей есть учебные заведения. Я думаю, что университет выходил на наше руководство и говорит, что есть потенциально такой запрос, поскольку Московский университет опять-таки проводит курсы дополнительного и довузовского образования, и может быть такое тестирование, ну, мы же уполномочены, например, тестировать по русскому языку, и выдавать официальный сертификат знания русского языка. Я думаю, что возможно это сделается и для других языков, раз существует такой запрос обо структур. Это просто надо обсуждать с нашим руководством, выходить на уровень нашего руководства и говорить, что полноценное предложение. Есть запрос, можем ли мы его удовлетворить. Тут просто надо еще тоже возможно повести грань, потому что действительно какие-то структуры, я понимаю, почему, например, Министерство экономики и Промторг принимают только МИД, они почти что общая организация в этом смысле в плане управления деятельности. А вот банк, например, до сих пор это удивительно, я так понимаю, до сих пор у многих банков есть связи с Кипром, у них до сих пор там действуют офисы и филиалы, они отправляют сотрудников, вот насколько им нужен именно МИДовский экзамен, вопрос хороший. Вот, возможно, как раз им туда подходи, это надо выяснить как раз, я могу. Нет, я думаю, что мы можем обсуждать этот вопрос, я не готова отвечать за наше руководство, но в принципе... Нет, надо, я думаю, еще как раз вот именно провести такой небольшой опрос среди заинтересованных лиц, им устроит ли их, например, бумага Московского государственного университета и кафедры филологического факультета, или это нужно действительно, чтобы это проводил, ну, по сути, то министерство, от которого они едут. Потому что понятно, что министерство, допустим, обороны, и статусы иностранных дел ближе, чем МГУ. Это логично. И они не смогут сдавать экзамен в МГУ. Вопрос в том, что МГУ прямой подчиняется правительству Российской Федерации? Больше, понимаете, больше вот этих вот календер дополнительных. Ну, не надо, это надо обсуждать. Ну, это надо, это с две стороны, потому что действительно это назревшая, назревшая проблема. Спасибо. Может быть, на студентах это что-то спросить? Студенты это часть преподавания. Так и нет, я правду. В этом докладе вы упомянули, что у вас по группе периодически приходят в середине года неподготовленные ученики, которые сталкиваются с такой, так называемой, языковой пропастью. Мне было очень интересно, как они нагоняют программу, отдельно ли, либо им дается какое-то отдельное задание. Это большой вопрос, потому что, конечно, спасибо, что это отметили. Я в силу краткости сроков не успел об этом рассказать подробно. Буквально вчера у меня была такая ситуация, со мной связался человек, семестр начался, группа уже сформирована, многие уже имеют, даже на самом деле начальный уровень, который уже занимался, мы с ним уже успели пройти склонение, потому что сроки сжаты. И когда приходит человек, который, например, тоже не успел записаться, хочет заниматься с нуля, мы каждый раз смотрим индивидуально, в зависимости от того, какой это уровень, другая ситуация. Человек начинал учить два месяца где-то поучился, по какой-то причине ушел и через несколько лет приходит учить язык заново. Это большой вопрос, потому что в министерстве это получается вопрос гораздо более глобальный, я уже упоминал, это может быть человек 15-20 лет прожил в Греции, но было это 20 лет назад. Какой у него теперь уровень, как это оценить? Поэтому, да, каждый раз это, к сожалению, происходит индивидуально и вот тоже такая небольшая пар, если смотреть по два раза в неделю занятия, это четыре с половиной группы, четыре уровня, по сути, это мало. Начальный, функциональный, оперативный, профессиональный, при том, что сейчас спроса немного и у меня профессиональных, например, две группы разных. Чаще всего приходится просить, ждать до следующего семестра, если человек приходит совсем, нефигантно, и будет возможность как-то группы перетасовать. В принципе, так вот, да, неофициально, конечно, есть возможность всегда куда-то кого-то подсадить, поместить, нагнать, но это не всегда получается, не всегда это легко, и опять все упирается в то, что спрос больше, чем количество доступных групп. вот, это парадокс, что... Оно достаточно, оно не в ту сторону движется. То есть, МИДу невозможно будет, я думаю, объяснить, что нужно второй преподателем греческого, потому что дипломатов нету с греческим языком, у нас нету присутствия, у нас сколько, у нас буквально двое слухов, в консульстве, в Салониках, сколько двое человек, я так понимаю, и сколько-то на Кипре, и держать для этого двух преподавателей греческого, никто не согласится. А то, что другим министерствам нужно было, пусть другие министерства решать, это проблема будет при чем, почему мы должны платить зарплату людям. Если был бы, допустим, колоссальный спрос на платные услуги... Кстати, в следующий раз... Я могу... Ну, просто сейчас это работает как? Они ко мне приходят и говорят, вы готовы взять еще нагрузку? Говорят, нет. Они говорят, а мы не можем вам ничего не доставить. Я могу им предложить, как раз, собственно, открыть как бы почасовую ставку совместителя только для платных услуг. Но просто проблема еще в том, что это частая ситуация, что... Готово платить, ну, например, 3000 за занятие. Да, ставка средняя хорошего выпускника, филолога, компетентного. Допустим, да, он готов вести постоянные занятия в каком-то учреждении, он, допустим, готов там получать... Которые готовы выделять... Которые готовы выделять... Вместе с этой экономикой... Сколько их не дадим до 5 лет? Это тоже большая проблема. Это надо тоже обсуждать, но я не думаю, что это не решает. И как раз может быть с этой точки зрения как-то и исправится, Настя, то, о чем говорили вы, потому что будет больше групп, больше уровней и будет больше... Возможность предложить какие-то варианты. Потому что, кстати, вот весной была ситуация, ко мне пришел человек, как раз с такой проблемой. Через... Начальство попросило экзамен. Я говорю, это здорово, пришли ко мне в конце мая, уезжайте в октябре, сколько мы платим сейчас? Я говорю, за все сотни рублей и за них, все 7-20 лет. Вот, сравнили. И все. Ко мне пришел только сейчас, он сейчас в ноябре выезжает, сколько он будет платить? Сколько он будет платить? Сколько он будет платить? Сколько он будет платить? Спасибо. Надеемся, что будем теперь на связи. Мы познакомились с новыми коллегами сегодня. Это очень приятно. Жалко, что не все смогли подключиться. Но будем надеяться, что по имейлу можно общаться. У нас есть другие способы, как мы будем контактировать. Любые вопросы, предложения присылайте нам. Мы тоже будем думать, что мы можем сделать, как мы можем вместе работать на общее дело в продвижении изучения греческого языка. Всем большое спасибо. Сейчас у нас будет, наверное, маленький брейк. Спасибо большое за возможность присоединяться и слушать такие чудесные идеи. Потому что я человек, недавно присоединившийся в силу жизненных обстоятельств к вашему уважаемому греческому филологическому сообществу. Для меня это огромная честь. Я с большим интересом все три дня подключаюсь. Потому что в силу обстоятельств нужно было отсутствовать, но я не смогла и вчера, и позавчера, когда представляла доклад. Сегодня очень ценные идеи. Многому учусь, потому что в силу жизненных обстоятельств сейчас с семьей нахожусь в Ростове. Но большую часть своей сознательной жизни я проработала в Мариупольском государственном университете. У нас была чудесная и кафедра. У нас был прекрасный факультет греческой филологии. Сейчас не имею возможности пока находиться дома в Мариуполе. Но надеюсь, что мои знания, опыт будут цены здесь, находясь в Ростове. Я готова тоже к любому сотрудничеству. И с огромным интересом и удовольствием слушала ваш шикарный греческий. Это для меня вообще бальзам на душу. Огромное вам спасибо. И у вас спасибо. И кафе епитυχия с твой аксиолог. Правимо, кафе епитυχия с твой аксиолог. Продолжение следует...